Добро пожаловать на курс «Неотступная молитва» Мы находимся на 11-м уроке, и мы рассмотрим материал 15-й главы. Данный урок называется «Неотступная молитва». Садитесь, пожалуйста, и давайте приступим к уроку. Обсуждение темы «Неотступный» не было бы исчерпывающим без вопроса общения с Богом. Как мы должны обращаться к Богу с просьбами? Должны ли мы приходить к Нему с кротостью? Нужно ли приходить к Нему склоняясь? Должны ли мы просить только о самых важных вещах со слабой надеждой, чтобы не разочароваться в случае отсутствия ответов? Должны ли мы ожидать ответы на маленький, средний или большой процент наших молитв? Я знаю, что эти вопросы могут показаться абсурдными, но путешествуя многие годы и участвуя в многочисленных молитвенных собраниях, я не считаю их надуманными. Я принимал участие в бесчисленных молитвенных собраниях, которые были очень рутинными. В молитвенных просьбах не было никакой силы убеждения или страсти. Я был свидетелем бесчисленных молитвенных собраний, где люди играли на своих мобильных или просто читали Библию в то время, как нужно было бы ходатайствовать. Интересно, не думали ли эти, искренне ищущие Бога люди, что Он ответит на их молитвы только потому, что они присутствуют на молитвенном собрании? Не раз мое сердце болело от того, насколько пусты молитвы лидеров и не конкретны молитвы на церковных собраниях. Не раз я думал, если бы Он пришел в офис к представителю власти, например, к губернатору штата или мэру города, и говорил с ним так, как говорит с царем вселенной, знаете, что бы ответил представитель власти? Вы зачем сюда пришли? Вы тратите мое время впустую. Пожалуйста, уходите. Не думаю, что Бог скажет такое, но представитель власти точно бы сказал это. Что касается наших нужд, то нам велят с дерзновением приходить к престолу благодати. Так говорит послание к евреям, глава 4, стих 16. Позвольте дать определение слова «дерзновенный». Оно означает «уверенный, храбрый, смелый, сильный и твердый». Бог говорит, что так мы должны приходить к Его престолу. Нужно ли повторять это? Уверенный, храбрый, смелый, сильный и твердый. К антонимам слова относятся робкий, неуверенный и стеснительный. Бог велит вам приходить к Нему с уверенностью, силой и твердостью, чтобы получить от Него что-то. Он хочет этого. Многое может усиленная молитва праведного или праведный, говорит Иаков. Итак, эффективная молитва — это усиленная молитва. Неэффективная молитва — это неусиленная молитва. Вы со мной? Позвольте дать определение. Слово «усиленный» — оно означает «демонстрирующий» или «показывающий» чрезвычайную степень силы Духа, чувства, энтузиазма. Синонимами этого слова является страстный и прочувствованный. Неэффективная молитва — это вялая молитва. Неэмоциональная молитва — непрочувствованная молитва. Святой Дух напоминает мне кое о чем. Я никогда не забуду, как мы с Лизой были молодежными пасторами, и к нам домой пришла одна девушка, посещавшая молодежную группу пару раз. Она многие годы серьезно занималась колдовством высокого уровня и хотела освободиться. Я помню, как она пришла к нам домой и сказала, «Я хочу покончить с этим. Я хочу узнать Иисуса». Мы с женой помолились, и мы приказали дьяволу выйти из нее. Дьявол оставил ее. После того, как она освободилась, Лиза предложила ей прохладительный напиток. Мы сидели и общались, и она сказала, «Вы представить себе не можете, во скольких церквях я пробовала, и сколько старейшин возлагали руки мне на голову, помазывали меня илием, и говорили, «Дьявол, мы повелеваем тебе выйти из этой девушки во имя Иисуса». Она сказала, «Я слышала, как бесы внутри меня смеялись над ними». Она сказала, «Но когда вы с женой молились, вы говорили со властью. Вы со мной?» Неэффективная молитва — это вялая молитва, неэмоциональная молитва, непрочувствованная молитва. Иаков рассматривает этот вопрос глубже, приводя пример из Ветхого Завета. В своем послании, глава 5, стих 17 и 18, он говорит, «Илия был человек, подобный нам, и молитвою молился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила». Илия помолился усердно и получил потрясающее чудо. «Усердно» — это синоним слову «усиленно». Он молился усердно. Позвольте дать определение слову «усердный». Оно означает «серьезный» в своих намерениях, целях и усилиях. Оно означает быть искренне ревностным. Бог ждет от нас прочувствованной страсти, когда мы приходим к Нему с просьбами. В Библии не рассказывается о том, как Илия молился, чтобы дождь прекратился, но в ней говорится о том, как он помолился о дожде. Откройте Третью книгу Царств, глава 18, стих 42. Там написано, «Илия взошел наверх кормила и наклонился к земле и положил лицо свое между коленами своими». Я могу представить себе, как Илия поднимается туда и кладет голову между коленями. Либо он занимает такую позицию и зажимает голову между колен, либо он раскачивается взад-вперед, держа голову между колен, потому что он раскачивается со всей силой, прося Бога дать дождь после трех с половиной лет засухи. Он прекращает молиться, смотрит на своего слугу и говорит, «Поднимись на вершину горы и посмотри на запад, не увидишь ничего». Слуга поднимается на вершину горы Кормил и смотрит в сторону Средиземного моря, откуда раньше всегда приходили дожди с запада, но ничего не видит. Слуга возвращается и говорит, «Ничего нет». В эту минуту многие бы из нас разочаровались. Они горячо молились. Они просили Бога послать дождь. Они думали, может быть, Бог не хочет, чтобы пошел дождь. Может, Он хочет, чтобы этот мир страдал еще. Может быть, это все по вине злого царя Ахава. Но Илья снова молится и взывает к Богу о дожде страстно и горячо. Он во второй раз говорит слуге, «Иди и посмотри». Этот человек идет и смотрит. Он возвращается и говорит, «Начальник, ничего нет». Большинство из нас сразу бы сдались. Они бы придумали теологическое объяснение тому, почему Бог не дает дождь. Но не Илья. Он молился усердно, потому что знал волю Божью. Он раскачивается, его голова между колен и он говорит, «Господь, дай дождь». Он в третий раз посылает слугу. Слуга возвращается и говорит, «Ничего нет». Это же самое происходит в четвертый, пятый, шестой раз. Наконец, в седьмой раз. Можете представить себе, какой прекрасный сотрудник. Скажите ему забраться на горы, и он будет это делать семь раз на дню. В седьмой раз его слуга возвращается и говорит, «Я вижу облако размером с человеческую ладонь. От этого дождя не будет». Но все-таки это знак. Бог дал знак, «Скоро будет дождь». И это все, что нужно было Илье. Он сказал, «Теперь собирайся в дорогу. Нам нужно ехать, потому что скоро будет дождь». И в течение каких-то минут, хотя точно мы и не знаем, может быть, в тот же день дождь пролился на Израиль снова. Ключевым моментом было то, что он молился, пока не увидел облако размером с ладонь. Это имеет отношение к нам в Новом Завете. Облако размером с ладонь не может дать такой дождь, о котором молился Илья. Но он знал, что время подошло и двинулся в путь. Это имеет большое значение для нас в Новом Завете, потому что Библия говорит, что Дух Божий свидетельствует нашему духу. В Новом Завете мы не ищем настоящего облака. Мы стремимся получить свидетельство Святого Духа, когда молимся. Это может быть чувство радости, может быть слово в нашем духе. Это может быть просто уверенность в том, что молитва получила ответ. Это именно то облако, которое мы ждем в Новом Завете. Вы слушаете меня? Я никогда не забуду, когда должен был родиться наш четвертый сын, Арден Кристофер. Он сидит там сзади. Я видел его в конце зала. Я никогда не забуду этого. У нас было три сына, и Лиза уже была опытной мамой и знала много о родах. Но что-то как будто шло не так. Она ждала четвертого сына. Что-то было не так. Матери очень тонко чувствуют, как ощущает себя ребенок внутри. Что-то было не так. Она чувствовала это внутри себя. Арден пинался, и она понимала, что с ним что-то не так. В пятницу вечером она позвонила доктору и сказала, что-то не так с малышом. Это что-то серьезное. Этот доктор был очень мудрым человеком, к тому же он был верующим. Он сказал, тогда приезжайте завтра утром, и мы будем стимулировать роды. Я помню, как в пятницу утром мы собирали вещи и отправлялись в больницу. Доктор такой прекрасный человек. Он вошел, успокоил Лизу и сказал, а теперь просто пройдитесь, погуляйте здесь недалеко. Больница располагалась в очень красивом месте. Он сказал, просто прогуляйтесь на воздухе, сватки скоро начнутся, и малыш родится быстро. Волноваться не о чем. Мы с Лизой вышли на улицу радостные. Мы начали прогуливаться и прекрасно чувствовали себя, смотря на дома и говоря друг другу, скоро родится наш малыш. Так мы гуляли все утро. Когда наступил полдень, мы начали испытывать усталость, так как ничего не происходило. Мы вернулись в палату, посидели, немного поговорили, и Лиза сказала, Джон, тебе нужно выйти и помолиться. Я беспокоюсь за Ардена. Я очень беспокоюсь. Мне все это не нравится. У меня нет никаких признаков схваток. Если схватки не начнутся скоро, они заговорят о принятии каких-нибудь мер. Один из методов эпидуральный. Другой называется стимулированием родов с помощью питоцина. Лиза уже это пережила с нашим первым сыном. В этом нет ничего хорошего. Она сказала, я не хочу этого, иди и помолись. Мне нужно, чтобы ты услышал от Бога. Я помню, как вышел и нашел уединенное место для молитвы за пределами больницы. Я начал усиленно молиться. Я возвысил голос и сказал, Господь, нам нужно, чтобы ты привел на свет этого младенца. Ты даешь жизнь младенцам. Нам нужно, чтобы этот малыш родился. Я молился и молился. Я молился духом. Я не переставал молиться, и минут через 40 вернулся в палату. Было около часа 15 дня. Мы еще посидели и поговорили немного. Она сказала, ну что? Ну что, сказал я. Я помолился. Примерно часа в два она посмотрела на меня и сказала, Знаешь, дорогой, я хочу, чтобы ты вышел и помолился еще раз. Я очень беспокоюсь за малыша. Я сказал, хорошо, дорогая, я пойду и помолюсь снова. Я вышел, нашел место для молитвы и помолился. Минут 30 или 40. Потом я вернулся, было уже 4 часа. Она сказала, дорогой. Мы говорили минут 20-25. Я хочу, чтобы ты выжил и помолился еще. Я сказал, хорошо, дорогая. Я снова вышел и помолился. В этот раз я молюсь горячо и получаю облако. Я получаю облако. Святой Дух произносит слово в моем духе. Он сказал, твой сын родится сегодня, и мама и ребенок вернутся домой совершенно здоровыми к этому времени завтра. Было 4.45. Я получил свое облако. Теперь все было в порядке. Я вернулся в палату и сказал жене, дорогая, Арден родится сегодня. И я добавил, вы оба вернетесь домой завтра совершенно здоровыми. Мы были очень счастливы. Все было хорошо. Было уже 6 часов, но ничего не происходило. Жена спросила, Джон, может быть, тебе еще нужно помолиться? Я сказал, нет, все в порядке. Все в порядке. Я получил слово от Бога. Все хорошо. Наступило 7 часов. Она сказала, дорогой, ты уверен, что тебе не нужно помолиться еще? Ты точно знаешь, что не нужно выйти и помолиться? Я сказал, нет, дорогая, все хорошо, все в порядке. Наступило 8 часов вечера. Врачи заговорили о стимуляции родов. А жена спрашивает, Джон, ты точно знаешь, что тебе не нужно пойти и помолиться? Я сказал, все в порядке, не волнуйся об этом, дорогая. Наступает 9 часов. Ничего. 10 часов. Ничего. В палату завозят приборы. Они уже завозят приборы и готовы приступать. Когда один из врачей открыл дверь в нашу палату, я сказал ей, они идут по коридору. Лиза находилась в ванной. Я решил, они не притронутся к моей жене. Врач походил на алкоголика, если честно. Я подумал, я не позволю этому врачу приблизиться к моей жене. Наступило 11 часов. И чуть позднее начались схватки. Знаете, Арден Кристофер родился в 11.51. Менее чем спустя 50 минут после начала схваток. Они были дома на следующий день в 4.30. Сказанное Богом исполнилось. Аминь. Аминь. Большинство из нас знакомы со словами Иисуса «Просите, и дано будет вам». Но я хочу зачитать вам слова из расширенного перевода Библии, из Евангелия от Луки, 9 глава, 9 и 10 стихи. Иисус сказал, «И говорю вам, Просите, и продолжайте просить, и будет дано вам. Ищите, и продолжайте искать, и найдете. Стучите, и продолжайте стучать, и дверь отворят вам. Каждый просящий и продолжающий просить, получает. И ищущий и продолжающий искать, найдет. а стучащему и продолжающему стучать будет отворена дверь. Иисус призывает нас неотступно просить, искать и стучать. Почему? Разве Бог не слышит? Слышит. Потому что это вопрос истинной веры. Я видел людей, которые хотят получить от Бога, и видел людей, которые решили получить от Бога. Между ними есть разница. Если человек решил, то он упорен, он ревностен и смел, он не согласен с тем, чтобы уйти с пустыми руками. С другой стороны, если человек просто хочет получить, то он намного быстрее сдается. Если мы действительно верим, то будем продолжать искать усиленно, как бы долго это ни было. Рассмотрим притчу. Я прочитаю Евангелие от Луки, 18, 1-8. Сказал также им притчу о том, что должен всегда молиться и не унывать. В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Хотя и медлит защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». «Но сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Обратите внимание на его слова. «Не унывать». В этой притче очень настойчивая женщина. Смысл этой притчи заключается в неотступном духе. Необходима сила, чтобы не унывать и не сдаваться. Вы должны быть человеком молитвы, человеком, который настойчив в молитве, решительно настроен, чтобы получить. Они просто хочут получить. В этой истории женщина проявляет неотступность в своей просьбе. Проще говоря, она доканывает его своей настойчивостью. Изумительно то, что Иисус использует этот пример и говорит нам «извлечь урок из Него и также обращаться к Небесному Отцу». Сейчас я должен кое-что пояснить, хорошо? Можно прочитать эту притчу и после этого начать молиться днями и ночами, повторяя одно и то же. Но не этому учит нас Иисус. Иисус говорит «А молясь, не говорите лишнего», повторяя одно и то же, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Они не будут услышаны. Главное в молитве не просто многое часто говорить. Главное иметь решимость получить. Когда мои дети хотят что-то, они приходят ко мне и Лизе, но когда они решили что-то получить, они приходят к нам уже совсем иначе. В этом большая разница. В наших просьбах к Богу должно быть неотступное, настойчивое и уверенное отношение. Или я был полон решимости увидеть изменения. Он держался этого. Иисус не только наставляет нас продолжать просить, но еще и продолжать искать и даже стучать. Усиленная молитва не ограничивается разговором в уединении. За ней следует действие. Нужно настойчиво искать и стучаться. Иными словами, нужно жить в соответствии с тем, о чем мы просим. Позвольте рассказать вам два недавно произошедших случая. Я начну с забавного. В начале этого года нам с Лизой предоставилась возможность поехать на Гавайи и выступить на большой конференции. Мы с Лизой объездили почти весь мир за прошедший год. Я просто хотел провести время наедине с женой. Поэтому я забронировал номер на два с половиной дня на острове Мауи в одном из моих самых любимых отелей. Приближалось время отдыха. Я думал, как здорово. У меня будет два с половиной дня наедине с женой. Я очень радовался. Я начал смотреть прогноз погоды на Мауи на ближайшие 10 дней. У нас есть телеканал «Погода», который дает прогноз на 10 дней. Когда я проверил прогнозы, в первый раз я очень расстроился. Знаете почему? Прогноз обещал сильные дожди. О, подумал я. 100% вероятность дождя или 90%? Я подумал, нет уж, это должно измениться. Когда на следующий день я проверил прогноз, оставалось 9 дней, и снова предсказывали дожди. Оставалось 8 дней, и снова дожди. Оставалось 7 дней, прогноз обещал дожди. И я подумал, о нет, это помешает всем моим планам. Нельзя, чтобы на Гавайи пришел большой дождевой фронт, когда у нас всего два дня там. И я начал молиться. Я уединился в молитвенной комнате и сказал, «Отец, я начал взывать и говорить, я хочу провести время с женой, мне нужна хорошая погода. Я хочу любоваться ею в купальнике» и так далее. Я начал горячо молиться. И потом я начал говорить погоде. Я не хотел позволить бури испортить 2,5 дня наедине с моей любимой. Я начал проверять прогноз погоды каждый день. Каждый день я проверял прогноз и молился. Лиза начала проверять прогноз за 3 дня до поездки. Она сказала мне, «Дорогой, все это время там будут идти дожди». Я сказал ей, «Дорогая, не будет там никаких дождей. Там будет прекрасная погода». И мы полетели на Мауи. Когда мы прилетели туда, было уже заполночь. И, конечно же, нас встретила отвратительнейшая погода. Я вижу эту картину по телевизору. Это не просто какая-то гроза, а настоящий ураган, обрушившийся на все Гавайские острова и охвативший Тихий океан. Ой-ой-ой, мысленно восклицаю я, но в то же время думаю, «Я не отступлю». Я молился, я повелевал бури, у нас будет прекрасная погода. Так? И утром, думаю, это было на следующее утро, я просыпаюсь и открываю шторы. Я вижу темные густые облака и проливной дождь. Я говорю, «Господь, спасибо за прекрасный день, и спасибо, что увижу свою жену в купальнике сегодня». Именно так я и сказал. «Моя жена была в ванной и засмеялась». «Хорошо?» «Как вы сейчас смеетесь надо мной?» Сейчас она смотрит серьезно, но тогда она надо мной смеялась. Итак, мы идем завтракать. Знаете, как они подают завтраки на Гавайях? Они расставляют столы под открытым небом. Им пришлось заносить все столы под крышу. Они занесли их в холл. Разве это не правда? Столы стояли в холле. Официантка подходила к нам и говорила, «Могу я вам принести что-нибудь?» Я посмотрел и сказал, «Пожалуйста, попросите кого-нибудь выключить дождь». Итак, перед нами на столе еда. Я склоняю голову, благословляю пищу и говорю, «Отец, спасибо за чудесный день. Спасибо, что мы будем наслаждаться солнцем сегодня». Мы сказали, «Аминь». Лиза посмотрела на меня и сказала, «Думаешь, можно молиться молитвой, на которую, как ты знаешь, может прийти ответ?» Мы оба рассмеялись. Но Бог, Лиза и официантка, все там были моими свидетелями. Мы еще не закончили завтрак, а небо прояснилось. Всю остальную часть времени так ярко светило солнце. Мы сели на самолет и отправились на остров Оаху, на сухую сторону острова. Так? Там мы рассказывали всем, что загорали на солнце целых два дня. Нам говорили, «Что? У нас здесь проливные дожди, дожди на всех островах, даже в воду нельзя заходить, потому что из-за дождей в океан попало столько мусора, что запрещено купаться. Бог буквально создал дыру в этой массивной системе, чтобы я увидел жену в купальнике». Это забавная история. Я рассказал ее вам, чтобы вы поняли, что Бог заботится о каждой мелочи в вашей жизни. Позвольте перейти к истории, которая очень волнует меня. В истории служения Мессенджер Интернешнл... Моя жена очень рада, что я закончил предыдущую историю. За всю историю служения Мессенджер Интернешнл нашей целью и горячими желаниями было распространять книги, которые Бог дал нам с Лизой. Мы искренне верим в то, что веренные нам Богом книги — это Его послания. Мое имя на этих книгах просто потому, что я прочитал их первым. Мы действительно верим в это. Мы верим, что они — Божьи послания, а мы просто тот осел, на котором он ехал. Понимаете, о чем я говорю? Мы верим в то, что эти послания — это Его пророческое слово к церкви на международном, глобальном уровне. И мы поставили цель распространить бесплатно больше книг, чем мы продали. Но мы их продавали тоже. Издатели продавали миллионы книг. Поэтому наше служение все еще отстает по числу распространенных бесплатно книг. Мы раздали всего 250 тысяч книг пасторам за рубежом. В январе этого года мы проводили нашу встречу для подготовки планов работы. Основные лидеры нашего служения находились со мной в офисе. Я спросил, сколько книг мы распространили бесплатно в прошлом году. К моему большому разочарованию я узнал, что мы раздали всего 33 тысячи книг пасторам и лидерам в закрытых странах. Я сказал, друзья, так не годится. Я сказал, мы должны распространить больше. С нами работал новый иностранный сотрудник, который ранее трудился в одном замечательном служении и имел большие связи с издательствами. У него, вероятно, самые большие связи в мире и возможности для распространения слова. И мы были очень решительны в отношении того, о чем мы должны верить Богу. И я сказал, знаете что? Я выслушал всех их и сказал, знаете что, друзья, мы будем верить в Богу о том, чтобы распространить бесплатно среди пасторов в нуждающихся странах 250 тысяч книг. В помещении стало тихо. Наконец, один из лидеров нашего служения сказал, Джон, я не уверен, что это хорошее решение. Он сказал, это большой шаг для нас, напечатать 250 тысяч книг и распространить их по всему миру. Он сказал, может быть, нам лучше начать сотни тысяч и распространить среди наших партнеров? Сначала привлечь партнеров к этому, а потом уже перейти к четверти миллиона? Он сказал, знаешь, в прошлом году мы распространили бесплатно всего 33 тысячи. Я сказал, знаешь что? Вот в чем дело, мы единственные, кто может подарить эти книги этим пасторам. Я сказал, знаете, Джойс Майер не может это сделать. Я сказал, другие служения, Билли Грэм не может это сделать. Я сказал, мы единственные, Бог доверил эти послания нам. Я сказал, я не хочу, чтобы Иисус посмотрел на меня в день суда и сказал, почему ты не мог верить мне о большем? Я сказал еще, я не хочу, чтобы пасторы в этих странах посмотрели на меня и сказали, ты не верил Богу, чтобы вложить эти послания в мои руки? И тогда этот человек сказал, это огромный количественный скачок. От 33 тысяч мы перейдем к 250. Так мы продолжали обсуждать, и дискуссия стала довольно бурной, разгорелся спор. И тогда я просто сказал, мы сделаем это. Наша встреча закончилась не на очень приятной ноте, атмосфера была накаленной. И тогда я подозвал к себе того лидера и сказал, извини за резкость, но прошу тебя понять, что это никак не связано с тобой. Все дело в страсти в моем сердце. И это подействовало на него, ведь спор был горячим. Я помню, как он позвонил мне через пару дней и сказал, скажи мне, пожалуйста, действительно ли Бог хочет этого от нас? Тогда мы сделаем все возможное и поддержим тебя нашими молитвами и верой. Я сказал, дай мне еще 24 часа. Потом я перезвонил ему и сказал, послушай, вот что мы должны сделать. Мы должны раздать бесплатно 250 тысяч книг в этом году. И мы начали обсуждать, где именно мы будем распространять книги. И вот лишь некоторые из стран. Иран, Турция, Таджикистан, Ливан, Египет, Иордания, Марокко, Судан, Вьетнам, Бирма, Сиер-Лаоне, Либерия, Ботвана, Замбия, Куба. Всего 41 страна. И эти люди, пасторы, каждый из них пастор и лидер. Итак, мы говорим об Иране. 25 тысяч книг. Мы обсуждаем Китай. 45 тысяч книг. Мы говорим о таких местах, как Вьетнам. Правительство дало разрешение на распространение приманки сатаны во Вьетнаме. Мы напечатали 10 тысяч книг. Так? Но все равно это большой шаг веры, потому что откуда придут деньги? Две недели спустя, после той встречи с лидерами, я работал над книгой в гостинице во Флориде. И мне позвонили из моего офиса. В моем офисе знают, что мне нельзя звонить по утрам, потому что в это время я всегда пишу. Я подумал, это интересно, возьму трубку. Я сказал, алло. И это был звонок от нескольких лидеров, которые были на той встрече пару недель назад. Они сказали, мы хотим кое-что тебе рассказать. Я сказал, конечно. Один человек только что пообещал пожертвовать 300 тысяч долларов нашему служению, для того, чтобы мы раздали книги пасторам. Я закричал от радости. Наверное, меня было слышно на всю гостиницу, потому что дверь была открыта. Я закричал от радости. Произошло следующее. Сотрудник нашего служения рассказал бизнесмену в другом штате о нашем желании. И этот бизнесмен сказал, я хочу участвовать в этом. Я пожертвую 300 тысяч долларов. До этого самым крупным пожертвованием нашему служению было 50 тысяч долларов. Я был просто счастлив. Мы продолжали говорить по телефону по громкой связи. Я просто ликовал. Я сказал, друзья, не потрясающе ли это? Я сказал, разве вы не рады, что мы приняли такое решение? И я сказал, я знаю, что был немного резок с тобой, обращаясь к тому лидеру. Он рассмеялся и сказал, я думал, ты скажешь, отойди от меня, сатана. Он сказал, честно говоря, у нас не было такой веры, как у тебя. Позднее, в тот же день, Лиза посмотрела на эту команду людей и сказала, знаете, мы просто верили Богу о том, что считали важным. Джон верил Богу о невозможном. Этот случай поднял веру у нашей команды. Знаете, я могу с уверенностью сказать, что все получилось. Средств практически достаточно. Мы будем стремиться к цели 250 тысяч книг. Должен сказать вам, я только что вернулся с Ближнего Востока. Там я проповедовал 2000 пасторов. Вход на собрания был разрешен только лидерам. Эти собрания были закрыты для общественности. Только пасторы и лидеры могли присутствовать на них. В зале поместилось 2000 человек. Они приехали из Саудовской Аравии, Ирана, Ирака, Сирии. Они приехали из Ливана. Они приехали практически отовсюду. Когда я вошел в то здание, то почувствовал спертый воздух. Зал был забит до предела. Но мне это не мешало, поскольку было столько голода и жажды Бога. Я общался с пасторами из Ирана, которые рискуют своими жизнями там. Они со слезами на глазах рассказывали мне, какую пользу приносят им эти книги. Бог благословил Америку чем-то. Знаете ли вы, что когда страны служат Богу, Бог исполняет их предназначения? Так же, как и для отдельных людей. Понимаете? Например, никто не способен молиться так, как корейцы. Эта страна славится молитвами. Они вошли в свою судьбу. Например, никто не пишет такой божественной музыки, как австралийцы. Они вошли в свою судьбу. А какой дар Бог дал Америке? Знание откровения. Почему американских проповедников приглашают проповедовать по всему миру? Потому что Бог благословил эту страну знаниями откровения. Другие страны отчаянно нуждаются в том, что мы принимаем как должное. И я думаю, а что если бы я не поставил такой цели? Что если бы я не молился? Что если бы я не стучался настойчиво? Что если бы я не проявлял твердость по отношению к сотрудникам в том помещении в тот день? Мы не получили бы 300 тысяч долларов. Мы не прикоснулись бы к жизням тех пасторов. Увидев жажду в глазах тех людей, я могу сказать, что настойчивая молитва стоит всего на свете. Аминь. Павел наставляет Тимофея, подвязывайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, к которой ты и призван. Держаться в вечной жизни. Это держаться за то, что обеспечил Иисус. Это нельзя делать равнодушно. Я хочу сказать следующее. Не стесняйтесь обращаться к Богу. Бог говорит, я хочу, чтобы вы приходили смело, я хочу, чтобы вы приходили с упорством. Я хочу, чтобы вы приходили, послушайте меня, с решимостью получить, а не просто с желанием получить. Я молюсь, чтобы каждый из вас был не отступен в молитвах и, как Илия, не останавливался, пока не увидит то, что Бог хочет принести на землю. Увидимся на следующем уроке. Павел утверждал, что в наши дни будет намного тяжелее следовать за Иисусом. На последнем уроке Джон учит нас отказываться от любого компромисса и призывает нас стоять твердо в истине до конца. Субтитры создавал DimaTorzok